Казалось бы, в современном мире не осталось уже неизученных мест, куда бы не добрался человек. Но оказывается, такие места еще есть. Например, совсем недавно обнаружили пещеру, о которой ничего не было известно до 2009 года. На сегодняшний день именно она является самой большой из всех известных пещер в мире. Ее название Шон Донг или другое название пещера горной реки. Расположена она в провинции Куанг Бинь, которая находится в центральном Вьетнаме. Местное население обнаружило эту пещеру сравнительно недавно, в 1991 году, а мировой общественности она стала известна гораздо позже, лишь в 2009 году. Ранее никто из местных так и не решился в нее зайти. Их отпугивал суеверный страх из-за шумного ветра у самого входа и шума водяного потока внутри. И лишь в 2009 году группа британских спелеологов отправилась изучать местность, обнаружили в нее вход и приступили к обследованию. Подступ к пещере довольно сложный. Он не только окружен непроходимыми джунглями, но и горами, которые делают вход в пещеру практически незаметным. Узкий вход по сравнению с размерами самой пещеры составляет лишь 30 метров, а высота всего лишь 10 метров. Невероятно, но пещера и по сей день не обследована полностью, а всего лишь на 6,5 тысяч метров, из общего объема в 38,5 миллионов кубических метров, по которым уже можно судить о ее грандиозных масштабах. В некоторых местах высота пещеры достигает около 240 метров, а в ширину она расположилась на 150 метров. По этой фотографии можно оценить впечатляющие размеры одного из залов этой пещеры. Присмотритесь, как малы лодка с людьми и палатка на фоне окружающего пространства. Так как вся территория еще не изучена, есть предположение, что истинные размеры пещеры еще масштабней. Также в ходе исследования о территории пещеры спелеологи обнаружили, что она является частью системы, в которую входят еще 150 менее крупных по размеру пещер. Общая длина системы до сих пор изучается. Ученые утверждают, что это самое великое открытие в истории мировой спелеологии. Пещера Шондонг относится еще и к самым красивым пещерам в мире. Внутри пещеры протекает подземная полноводная река. Ее длина составляет чуть более 2 километров, а максимальная глубина около 200 метров. На большей части территории растут настоящие непроходимые джунгли и леса. Вода и растительность образуют воздушные массы, в результате чего под самым потолком можно наблюдать облака. Кстати, один из самых незабываемых и экстремальных видов туризма – это остановиться на ночевку в этой огромной пещере. За возможность поставить там палатку придется заплатить около 3000 долларов. Чтобы пройтись уже по освоенным местам, придется пробираться внутрь пещеры сверху вниз по веревке почти на 80 метров вглубь. Из-за большой разницы температур в пещере наблюдается постоянная туманность и облака. А там, где пробивается солнечный свет, благодаря влаге прорастает пышная растительность, как настоящие джунгли. Кроме реки, которая протекает через пещеру, здесь можно отыскать и самые невероятные и просто фантастические образования, которые создают удивительные силуэты на фоне вечной тьмы и редких отблесков света. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На небольшой территории Новой Зеландии природных чудес так много, что эта страна не перестает удивлять даже самых заядлых путешественников. Одним из таких чудес Новой Зеландии являются светящиеся пещеры Вайтома. Это настоящий шедевр природы, над созданием которого она трудилась миллионы лет. Когда-то на месте теперешних пещер хозяйничал океан. Вода создала здесь таинственные хитросплетения ходов и гротов. Причудливые наросты на стенах – это известняк и останки морских организмов, кораллов, морских раковин и скелетов морских рыб. Когда вода отступила, в подземных гротах пещер начали формироваться условия, идеальные для обитания уникальных организмов. Одними из которых являются грибные комарики-светлячки. Эти светящиеся комарики водятся только в Новой Зеландии и некоторых регионах Австралии. Эти светлячки создают в пещерах Вайтома фантастическое зелено-голубое свечение, которое превращает своды гротов в усыпанное мерцающими звездами ночное небо. Некоторые исследователи полагают, что светлячки в пещерах Вайтома светятся от голода, и чем голоднее светлячок, тем ярче он будет светиться. Светом они завлекают в свои сети ловушки разнообразных насекомых. Эти тонкие шелковые сети можно даже разглядеть, если находиться вблизи них. Кстати, если кричать или даже просто громко разговаривать в пещере, светлячков можно напугать, и тогда их магические огоньки погаснут, погрузив пещеру в темноту. По мнению ученых, возраст пещер Вайтома превышает 2 миллиона лет. Однако исследовать этот фантастический подземный мир люди начали относительно недавно, примерно с 1887 года. Голубой грот. Эту удивительную пещеру можно увидеть в Италии на острове Капри. Это красивейшая пещера, доступ к которой открыт только с моря. Название Голубой грот происходит от ярко-синего света воды. Вход в пещеру очень маленький и пропускает небольшое количество света, что придает воде этот яркий цвет. Эта пещера известна еще со времен Древнего Рима, а правитель Тиберии не хотел делиться этой красотой и пользовался этим местом как личным бассейном. Благодаря многочисленным исследованиям удалось доказать, что в далекие времена стены пещеры украшали скульптуры. В настоящий момент найдено три статуи богов моря и семь полуразрушенных постаментов. Некоторые ученые даже решили полностью осмотреть дно Голубого грота и восстановить внутреннее убранство купальни Тиберия. Однако продолжение исследований морского дна в пещере превратилось в сложную задачу, так как глубина местами превышает 150 метров. Только в середине 20 века Капри превратился в элитный курорт, а эта пещера стала главной достопримечательностью и визитной карточкой этого острова. Кстати, местным жителям эта пещера тоже известна с незапамятных времен, но никто из них не решался в нее заплывать. Согласно многочисленным легендам, в этой пещере живут огромные циклопы-ледоеды. В одном из древних мифов говорится о том, что в пещере скрываются от прямого солнечного света ведьмы и глубоководные чудовища, а греки считали, что именно в этом месте живут сирены, которые заманивают своим пением в пещеру моряков, а потом безжалостно их убивают. Эта пещера, по мнению многих историков, археологов и спелеологов, является одной из самых красивых, самых интересных и самых загадочных в мире. Чтобы увидеть эту пещеру своими глазами, нужно отстоять много часов в очереди. Дело в том, что вход в пещеру совсем узкий, а его высота не превышает 130 сантиметров от водного зеркала до потолка. Попасть в голубой грот на острове Капри можно только по воде в трехместной лодке. Каждому туристу и лодочнику, чтобы проплыть в ход, приходится принимать лежачее положение. Длина уникальной в своем роде пещеры составляет всего 56 метров, а ширина 30. По этой причине пребывание в ней большого числа лодок просто невозможно. После того, как терпеливый турист преодолеет неудобства, связанные с особенностями попадания в пещеру, он оказывается в сказочном месте, где от насыщенного синего цвета воды начинает кружиться голова. Все камни и предметы, находящиеся на дне великолепного грота, словно светятся изнутри каким-то мистическим серебристым цветом. Солнечный свет причудливым образом отражается от дна и освещает стены. Еще одно чудо природы – это мраморные пещеры Патагонии. На границе двух южноафриканских стран – Чили и Аргентины – расположилось красивейшее озеро под названием Хенераль Каррера, которое имеет довольно внушительные размеры. Площадь озера 1850 квадратных километров, а глубина местами доходит до 586 метров, что позволило попасть этому озеру в список самых глубочайших. Именно воды этого озера и создали эти пещеры. Несмотря на свое название, мраморные пещеры состоят из обычного известняка. Но бытует мнение, что в глубине пещер есть чистейшие залежи мрамора. Волны озера около 6000 лет создавали эту природную скульптуру. Стены чилийской достопримечательности имеют на удивление красивый ярко-голубой цвет. Стоит также упомянуть, что пещеры состоят из множества лабиринтов и туннелей, над созданием которых изрядно потрудились прибрежные волны. Мраморные пещеры представляют из себя удивительное природное сочетание замысловатых лабиринтов, гротов и пещер в скале. Дополняет и подчеркивает изысканную природную красоту этого места бирюзовая прозрачная вода. Интересен тот факт, что уровень воды в озере периодически меняется, открывая или наоборот пряча разные туннели и ответвления. Удивительные пейзажи этого озера и подземелий создали настоящий туристический Бум. Люди желают воочию увидеть прекрасные природные творения. В городе Чили-Чико создано много маршрутов на любой вкус и кошелек, во время которых каждый желающий может прикоснуться к тысячелетним пещерам, хранящим свои тайны. Мамонтова пещера является самой длинной в мире, ее протяженность превышает 587 километров. Находится это чудо природы в США, штат Кентукки. Мамонтова пещера – место красоты, тайн и парадоксов. Это настоящее царство подземных озер и каньонов, водопадов и ручьев, узких проходов и больших залов. Расположена она в 80 километрах от города Боулинг-Грин. Пещера содержит одну из крупнейших в мире систем подземных ходов, благодаря чему включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таинственные карстовые воронки, подземные водопады и формации пещер в гипсовом карсте привлекают многочисленных посетителей. Никто еще не знает истинных размеров мамонтовой пещеры. Новые залы и проходы постоянно открываются. Подземные границы этого зрелищного лабиринта расширяются все глубже и глубже. Мамонтова пещера – самая длинная в мире подземная система лабиринтов. Для примера, если вторую и третью по длине в мире пещеры объединить, она все еще бы оставалась самой длинной, с запасом 160 километров. Люди проникли в мамонтову пещеру и жили здесь с исторических времен. Антропологи считают, что впервые пещеру обнаружили около 4000 лет назад. Для освещения использовали факелы из пучков тростника, все еще продолжающего расти неподалеку. Обгоревшие остатки этих древних факелов были найдены на протяжении многих километров внутри пещеры. Почти в 5 километрах от входа было найдено мумифицированное тело добытчика гипса, погибшего около 2000 лет тому назад. Его задавила огромная пятитонная глыба. Тело человека и одежда хорошо сохранились. Сегодня мамонтова пещера является частью национального парка в штате Кентукки, площадь которого 214 квадратных километров. И привлекает туристов со всего мира, желающих собственными глазами увидеть это чудо природы. Ну и в заключении не могу не рассказать о канале Автомобильный миллионер. У Руслана сеть автосалонов, и он рассказывает, как построить такой бизнес. Полезный контент от реального бизнесмена, разбавлен экстремальным отдыхом и путешествиями. А еще Руслан хочет разыграть на канале Автомобиль, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. Всем пока.